Патч для актуальных консолей И это круто Самое интересное, что к чему я вообще взялся вам показать вот это все Потому что, ребята, вы не поверите, но игра теперь Far Cry 5 относится к, можно сказать, самым-самым красивым играм на консолях PlayStation 5 и Series X То есть, и красота этой заключается в первую очередь, конечно же, в разрешении То есть, вы не поверите, но игруха поддерживает нативное 4К разрешение и 60 FPS на консолях Xbox Series X На PlayStation 5 немножко, конечно же, пониже То есть, вообще, начну с того, что Far Cry 5 имеет разрешение 3840 на 2160 нативно И более того, я скажу вам, ребята, что это нативное 4К разрешение уже было на прошлом поколении консолей На Xbox One X То есть, это просто у меня взрыв мозга происходит, когда я про это думаю То есть, я еще раз могу повторить мою мысль, что Xbox One X 2017 года, она опередила на несколько лет вперед свое время Точно так же, как это сделала консоль Dreamcast в свое время То есть, вы только вдумайтесь У нас сейчас, на наших актуальных поколениях консолей, игруха Far Cry 5 держит нативное разрешение То же самое разрешение, которое было на Xbox One X И более того, так как игра построена, можно сказать, базовая функция, базовый каркас Взят игры именно с прошлого поколения, с Xbox One X Именно из-за этого у нас нативное разрешение и поддерживается здесь Но в PlayStation 5 совершенно другая, можно так сказать, история Там, как вы помните, апдейт встал, конечно же, на PlayStation 4 версию Вот этот вот актуальный Next-Gen патч, можно так сказать, хотя это неправильно Это называется уже Current-Gen патч, а не Next-Gen патч Так вот, он встал на PlayStation 4 версию И PlayStation 4 версия, базовая версия была взята, конечно же, PlayStation 4 Pro версия И PlayStation 4 Pro версия шла не в нативном разрешении А в динамичном 4К разрешении с апскейлом Которое, по-моему, было 2880 на 1620 И сейчас, когда вышел Next-Gen патч для PlayStation 5 Он также накатился на эту версию У нас игра стала, или осталась до сих пор в динамичном 4К 60 FPS И самое интересное Что даже PlayStation 5 версия не смогла потянуть нативное 4К разрешение Которое тянуло Xbox One X уже в прошлом поколении Ребята, как вот мне вот это понять, объясните То есть, почему Ubisoft не сделали так же, как и на консоли Xbox Series X Нативное разрешение То есть, вот это 4К 3840 на 2160 для PlayStation 5 Почему они взяли базовый вариант, именно PlayStation 4 Pro версию? Почему? Я понимаю, когда они делают Next-Gen апгрейд То да, в случае с PlayStation 5 версия получается именно PlayStation 5 версия То есть, на Xbox, вы знаете, некоторые апдейты накатываются на игры с прошлого поколения Они идут по обратной совместимости, но с обновлениями На PlayStation 5 любое обновление под Next-Gen Это подразумевает под собой уже нативный порт И так как Ubisoft сейчас сделали так же еще и нативный порт для PlayStation 5 Почему они не смогли сделать там нативное 4К разрешение? Я уверен, PlayStation 5 с этим справится в легкую Но что им помешало? И вот на этот вопрос я не знаю Может быть, у ребят из Digital Foundry, когда они будут делать сравнение вот этих вот игр Может быть, на PlayStation 5 и Series X, может быть, у них найдется ответ вот на этот вопрос Но у меня в голове моей просто не укладывается PlayStation 5 не тянет 4К разрешение, что тянуло Xbox One X в прошлом поколении Я не знаю, с чем это связано, ребята, без понятия Так вот, самое интересное еще, что когда я сейчас читаю кругом вот эти вот новости вокруг Far Cry 5 Кстати, он содержится в геймпассе, можете играть в любое время совершенно бесплатно Ну как, за стоимость подписки, конечно же Так вот, кругом написано, наконец-то, наконец-то Far Cry 5 можно поиграть на консолях в 60 FPS 60 кадров Я берусь за голову, думаю, ё-моё, ребята, кто пишет такие новости и как вас можно назвать журналистами, я не знаю, игровыми То есть, наконец-то, впервые на консолях можно поиграть в Far Cry 5 в 60 FPS И это неправильно, это неправда Потому что, ребята, вспомните даже мое видео где-то немножко дольше, чем год назад Я вам уже показывал Far Cry 5 с FPS бустом, то есть, FPS буст уже был более года назад на Far Cry 5 То есть, когда мы заходили в управление играми и дополнениями Заходили в параметры совместимости на Far Cry 5 У нас здесь стояло повышение частоты кадров Оно стояло не по дефолту, а нам нужно было ручками поставить галочку на повышение частоты кадров И тогда у нас Far Cry шёл в 60 кадров Я делал видео, мы смотрели на это всё Но была небольшая ложечка дёгтя Именно вот в этом случае с Far Cry 5 То есть, когда мы ставили повышение частоты кадров У нас снижалось разрешение То есть, у нас уже было не нативное 4К разрешение 3840 на 2160 А меньше, может быть, 1440, по-моему И теперь, благодаря вот этому вот апдейту Для актуального поколения от Ubisoft У нас теперь сохраняется, можно так сказать, нативное 4К разрешение Которое, повторюсь, в очередной раз было уже на Xbox One X И теперь всё это идёт в 60 кадров, ребята И этим самым Far Cry 5 относится сейчас К одним из самых-самых хорошо идущих играм на наших консолях PlayStation 5 или Xbox Series X Но, конечно, сейчас идёт речь о Xbox Series X Потому что, повторюсь, на PlayStation 5 там нет нативного 4К Но вот вообще, в целом, Far Cry 5 это, можно сказать, одна из трёх или из двух игр Которая идёт в 4К в нативном и 60 FPS До этого момента самая-самая крутая игра Самая технологичная и самая красивая Была, по моему мнению, по моему субъективному мнению Была игруха под названием Bright Memory Как вы помните, это игрошутер То есть, шутер от первого лица Он шёл, по-моему, что на PlayStation 5, что на Xbox Series X В динамичном, да, 4К, но в очень высоком, так сказать, разрешении Но, к сожалению, не в нативном Но в динамичном 4К 60 FPS, стабильные 60 FPS И, помимо этого, всего ещё и с рейтрейсингом вдобавок То есть, только инди-разработчик смог сделать такое И вот теперь Bright Memory Относится к моим также очень высокотехнологичным играм Но там нет нативного 4К, ребята Потому что, повторюсь в очередной раз Для меня разрешение намного стоит в приоритете, чем фреймрейт Потому что с фреймрейтом С нестабильным фреймрейтом Или, может быть, золоченным на 30 FPS Я могу жить с ним Но с чем я не могу жить Это с низким разрешением И с разрывом экрана И самое интересное, ребята Давайте уж зайдём в игру Far Cry 5 Прям идеальный кандидат на прохождение для меня То есть, здесь нативная 4К Как я уже сказал ранее Стабильные просто 60 FPS Как скала Я поиграл здесь примерно полтора часа Ни одного дропа я не нашёл И самое классное, ребята У нас полностью включена вертикальная синхронизация То есть, ни одного разрыва экрана я нигде не заметил То есть, сейчас вот я здесь побегал, повторюсь И это просто Один из самых-самых красивых Красивых картинок На актуальном поколении консолей Вы посмотрите Я постараюсь всё, конечно же, медленно делать Потому что это связано с тем, ребята Что YouTube просто всё запикселит И сделает кругом всё в артефактах И вот из-за этого я пытаюсь немножечко вот так вот Помедленнее здесь ходить Чтобы вы всё смогли рассмотреть То есть, я в шоке Очень-очень классно Самое интересное, когда я смотрю на траву, ребята То она реально видна каждую травинку То есть, видно каждую травинку И нет вот этого вот пресловутого чека-борд-рендеринга То есть, как вы знаете, вот этого шахматного рендеринга Нет, здесь нативное 4К разрешение И ты его видишь сразу То есть, это вообще Engine, как же Engine называется-то? Игровой движок По-моему, Дюня или Дуня Что-то в этом роде То есть, он очень хорошо скалируется И вот теперь я, когда играю вот в это Я реально хочу, чтобы также Ubisoft разработчики Взяли ещё, сделали патч на игру Primal Она у нас идёт, да, в 60 FPS Благодаря FPS-бусту Но, к сожалению, там ужасное просто разрешение Я её включал на Xbox Series X по обратной совместимости Сейчас речь идёт о Far Cry Primal И я просто офигел У меня случился рак глаз И если бы вот такое вот апдейт сделать бы для Far Cry Для Primal Это было бы офигенно Ребята Игрушка смотрится просто великолепно вообще Повторюсь Стабильный, как скала, 60 FPS И просто феноменальная картинка Для всех тех людей, у кого большие-большие телевизоры Больше или более двух метров Вы меня, ребята, поймёте Потому что, повторюсь, в очередной раз Для меня самое главное — это разрешение И уже только потом фреймрейт Потому что с фреймрейтом я вполне нормально жил и на PlayStation 3 и на Xbox 360 Разрешение для меня стоит на первом месте Потом разрыв экрана, конечно же Когда его нет, я предпочитаю такие игры И уже потом где-то фреймрейт Ой-ой-ой-ой Как это офигенно, ребятки Классно Единственный, конечно же, минус есть, ребята И в чём заключается этот минус? А в том, что... Нифига себе Заключается в том, что когда... Когда я бегу или иду куда-нибудь И там вдалеке, в самом далеке Я вижу небольшой поп-ап То есть, начинают прогружаться какие-то текстурки Сейчас я не вижу этого нигде Но я заметил это, когда бежал по длинной-длинной дороге То есть, есть небольшие такие приколы Но это абсолютно не проблематично Игруха также, так как она сейчас оптимирована для актуального поколения консолей Полностью поддерживает, конечно же, и Velocity-архитектуру То есть, очень быстро всё загружается На PlayStation 5 не исключаю Будут, может быть, загружаться уровни ещё быстрее Благодаря SSD, вот этому навороченному, кастомному Так что, ребятки, в целом Это просто вообще Far Cry 5 Сейчас идёт великолепно И самое время сейчас его пройти Но, повторюсь, в очередной раз К сожалению, игра не относится к моему жанру То есть, до какого-то момента относилась к моему жанру К одному из жанров, в которые я с удовольствием играю А потом нет Просто неохота заниматься одним и тем же Понимаю, да, конечно, можно бежать тупо по... По сюжету, но я не такой человек Если я что-то вижу на карте А карта здесь, ой-ой-ой, какая здоровая Как вы можете посмотреть Я хочу подбирать всё Но нет, нет, нет Это... Мне моё жизненное время становится С каждым годом всё дороже и дороже Чем вот это вот время, которое я буду проводить В открытых мирах По 70-80 часов Делая одно и то же В это время я смогу пройти 10 других игр покороче Но это чисто, ребята Сугубо моё мнение И не говорите, что вот ты опять ноешь про открытые миры Ну, ребята, если оно так и есть Раньше, когда был молодой, играл во всё И вся Сейчас немножко ценю своё время Блин Феноменальная просто картинка Это... 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 Это просто сказка, ребятки Просто сказка Ё-моё До сих пор не могу понять Какого лешего просто Ubisoft взялись за Far Cry 5 Он... Он был нормальным То есть, да, 30 фпс Да, понятно Ну, дали 60 фпс Это круто, это похвально Но он и так был нормальный Даже и в 30 фпс Блин Посмотрите, какая красотенечка То есть, я ни в коем случае Сейчас не говорю, что не надо было этого делать Ни в коем случае Просто я поражаюсь, что Не каждый возьмётся за такое Ребята Вы только представьте себе Если бы у нас побольше игр Бы с прошлого поколения Получили бы вот такие вот апдейты Ну, это офигеть Там Electronic Arts Игры Там... Ubisoft Все бы игры получили бы Какие-нибудь обновления Вы посмотрите Освещение офигенное Ничего не поломано Прям... Где нужно Быть темно Там темно Ну, очень классно всё Очень-очень классно Прям... Ух ты, смотрите Ого Спокойно, волчок Спокойно Офигенно Смотрите на окно У вас поле зрения Всё начинает такое Сильно-сильно светлое быть Аж на тёмное становится Ну, вы понимаете Очень классно Вот, видите Мы опять с темноты Выходим Наружу И у нас прям Ослепляет вот этот свет Блин Офигенно Сделано Просто Просто Феноменально Круто, ребята Не забудьте всё поставить Видео На Ютубе В 4К Чтобы вы это всё видели Круто 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 Офигенно Офигенно Я думаю И хватит Просто вот Хотел вам Вот это вот Показать Что, ребята Чтоб вы знали Да Апдейт вышел Теперь можно Наслаждаться Вот этой красотенечкой На актуальном поколении Консолей И, конечно же Что касается Xbox Series X Здесь просто Вне конкуренции И я Я прям Знаете Как говорится Я Я не тот Человек Или не тот Это Кто вообще Должен чего-то Требовать Или что-то Такое Но я просто Скажу такую фразу Ребята Я требую Я действительно Требую От Ubisoft Чтоб они сделали И на PlayStation 5 Нативное разрешение В 3840 На 2160 Я уверен PlayStation 5 Его потянет Так что Я хочу Чтоб у нас были Одинаковые версии Как на Series X Так и на PlayStation 5 Надеюсь Надеюсь Они что-то в этом Я не знаю Они что-то сделают Ну вы посмотрите Это Это феноменально круто Ребятки Это феноменально круто Вот так вот игра Идет нормально Когда я Ничего не Не торможу нигде И вот сейчас Вот Вот в этом вот Месте Когда я бегаю В принципе По-быстрому Чтобы вам показать Что как игра Идет в стабильный Как Скала 60 FPS И YouTube Сейчас конечно же Все вот это сожмет И будут одни артефакты Видите да То есть Бежим Все классно Экран не рвется Нативная 4К 60 FPS Консоль не подает Ни единого звука То есть Такое ощущение Что она выключена Вентилятор Не Не Поднимает свой голос Блин Это настолько круто Когда мы можем В такую красотенечку Поиграть на наших консолях И когда консоль Просто не делает Никакого звука Это феноменально Ребята Это Вот это Вот это Это Next Gen Ребятки Вот именно Вот это Next Gen А не тот Next Gen Который сейчас Выходит Блин Каждая новая игра AAA Blockbuster Эксклюзив От Sony Эксклюзив От Microsoft И нигде Нет нативного 4К Кругом С какими-то Исхищрениями Кругом Какой-то Динамичная 4К Кругом Какой-то Check-a-board Рендеринг Вот Вот так Должны выглядеть Нынешние игры Ну это Хотя бы Ребята Я прекрасно Понимаю Отдаю себе Отчет в том Что это не Нынешнее поколение А прошлое поколение И как я и сказал Ребята И повторюсь В очередной раз Именно сейчас Можно поиграть В прошлое В прошлое поколение Игр В нормальном Качестве И в нормальном Перформансе Именно так Как этого Добивались разработчики Но повторюсь В очередной раз К сожалению Консоли Это не ПК Где можно Выкрутить Подкрутить Или если тебе надо Чтобы игра шла В нативное 4К 60 фпс Бери просто Видеокарту Подобающую И игра Нет на консолях Нужно ждать Когда Или Сами разработчики Приложат руки К этому проекту С помощью патчей Или у нас выйдут Какие-то новые консоли И именно на них Мы сможем В это во все Поиграть Ребята Вот такое вот Коротенькое видео Просто хотел вам Показать Вот этот вот Просто Феноменальный прикол Который просто Просто так Свалился на нас С неба Хлоп Из царского плеча Нате вам Next gen патч Для Far Cry 5 Эээ Окей Ubisoft Продолжайте В том же духе И обязательно Обязательно Сделайте так же Нативное 4К На Playstation 5 Потому что Это не дело Это не дело Xbox One X Прошлого поколения Тянет 4К Нативное Playstation 5 Актуальное поколение Консоли Не тянет 4К What the fuck Народ Так что ребята Спасибо всем За проявленный интерес Всем всех благ Чао Субтитры создавал DimaTorzok